здравствуйте виноградари вы снова на канале виноградник за окном и с вами юрий ягрутин и не поверите сегодня речь пойдет об укоренении черенков винограда на воде и я уже слышу ваши возгласы опять этот блогер заводит свою излюбленную пластинку а тема для меня действительно любимая так как она объясняет очень многие ошибки виноградари при укоренении и многие просто игнорируют эти факты о которых я сейчас расскажу а затем получая негативный результат разочаровываются и просто опускают руки мои рассуждения займут немного времени об этом я уже неоднократно говорил а в конце этого видеоролика я практически докажу все то о чем я говорил в первой части опыт я правда проводил в прошлом году но тогда тот ролик по разным причинам не привлек большого внимания виноградарей а между тем я считаю что тема поднятая в нем является ключевой при укоренении винограда и так давайте рассмотрим четыре основных фактора при укоренении 4 так сказать кита на которых все и держится общеизвестный факт что виноград в дикой природе размножается и без человека и вот наша основная задача помочь ему в этом начнем с первого кита для успешного укоренения в черенке винограда должно быть запасено достаточное количество питания основные запасы этого питания находятся в узлах виноградной лозы именно узлах сколько там запасено питание практически мы определить не в состоянии но если был перегруз в предыдущем году позднее созревание был аидиум мелью или другие болезни то можно утверждать что питание будет немного но это совсем не значит что черенки не укоренятся второй кит для хорошего укоренения нужно влага вода в сухой среде черенки винограда не укореняются третий кит для укоренения и образования корней нужен кислород без кислорода даже если два первых пункта выполнены то есть есть питание и вода укоренение не происходит совсем больше всего кислорода в пограничном слое вода воздух и вот мы эти три условия хорошего укоренения и совмещаем есть еще и четвертый кит это температура но здесь меньше всего разногласий и практически все правильно выполняют эту рекомендацию для хорошего укоренения температура на пятках наших черенков должна составлять около 25 27 градусов но и при более низких температурах при температурах 20 21 22 градуса укоренение тоже происходит и вот для того чтобы укоренение было хорошим мы все эти четыре условия и совмещаем в одном как я это делаю и давайте рассмотрим все это на моем импровизированном макете с левой стороны находятся два черенка вот такое укоренение я считаю наилучшим то есть если предположить что вот это у нас уровень воды внизу это вода а вверху это воздух то вот такая подготовка черенков а именно подрезка под нижним узлом на расстоянии до 10 миллиметров ну можно сказать 10 миллиметров вот как в этом случае так и в этом случае при этом расположить черенки таким образом чтобы уровень воды был немножко выше нижнего узла тоже миллиметров на 10 не больше и вот мы в этом случае совмещаем все что нужно для винограда во первых этот узел содержит максимальное количество питания это первое второе именно здесь будет у нас и вода этот узел будет находиться в воде и третье кислород наибольшее количество кислорода находится естественно в воздухе и вот этой приграничной зоне зона воздух вода и вот при такой подрезке и при таком размещении черенков укоренение будет наилучшим второй вариант будет немножко похуже но я проверял в таком случае черенки тоже неплохо укореняются единственное отличие обрезка под нижним узлом длинная ну в принципе так обрезать и не нужно но тем не менее но если уровень воды держать вот в этом месте на 10 миллиметров выше нижнего узла как вот и в предыдущем случае то укоренение произойдет тоже неплохое недостатком этого варианта считаю то что при вот такой короткой подрезке после того как черенок начинает напитываться влагой появляются трещины вот именно в этих местах естественно они появляются в тех же местах где мы проводили бороздование если конечно проводили но даже если мы его не проводили там появляются все равно трещины и вот именно за счет того что близко вот находится этот нижний срез и здесь вот от этого среза и идут эти трещины в которых и появляется калус а затем и корни а вот этом случае просто слишком далеко находится срез и вот в районе узла образование этих трещин немножко затруднено но это чисто мои такие наблюдения на которые можно внимание и не обращать а вот первая часть что вот именно такое расположение черенков в воде именно такая подрезка это обязательно я считаю это ключевым моментом в укоренении но самым плохим вариантом я считаю вот этот 3 черенки мы подготовили правильно подрезали на 10 миллиметров ниже нижнего узла но нижние узлы разместили на достаточно большой глубине вот в данном случае это около 5 сантиметров и вот содержание кислорода вот в этом месте очень мало и его недостаточно для того чтобы произошло хорошее укоренение вот это и есть основная ошибка многих виноградарей которые пытаются укоренить черенки чтобы не следить ежедневно за уровнем воды а вот в таком случае за этим уровнем придется следить просто наливают в емкость большое количество воды полностью практически вот до половины между узле погружают черенки и не следят практически за этим уровнем и вот в этом случае корни на узлах практически не образовываются а будут образовываться вот здесь на границе воздух вода то есть там где есть кислород но зачем же мы выращивали эти черенки а затем их поместили в очень неблагоприятные для них условия укоренение ведь таком случае произойдет гораздо хуже да вот в этом месте будут образовываться корни никто с этим не спорит но количество их будет гораздо меньше и вот во второй части этого видеоролика я и покажу как у меня укоренились черенки винограда при вот таком размещении воды и вот в таком и вот для того чтобы каждый день не следить за уровнем воды я предлагаю специальный поплавочный укоренитель который плавает на воде у меня уже очень много видео по этому укоренителю результаты прекрасные и самый главный момент это то что многие виноградари уже повторили мой укоренитель и пишут мне в комментариях что результаты тоже очень хорошие суть моего укоренителя что вот такие черенки будут плавать на воде и уровень воды будет всегда постоянный я думаю что большинство виноградарей которые заходят на мой канал это уже видели какое еще достоинство плавающего укоренителя предположим что вы залили в емкость достаточное количество воды ну допустим 10 сантиметров у вас слой воды существует уровень воды у вас находится вот здесь так как здесь большое количество кислорода и влаги то здесь начинается укоренение но если вы не следите за уровнем то в течение трех дней уровень воды может упасть на 2-3 сантиметра и вот эта верхняя часть подсыхает укоренение прекращается но она начинает например в этом месте после чего вы добавляете воду и если вы не держите именно вот конкретно этот случай можете долить больше вот до такого уровня у вас укоренение начинается уже в этом месте а вот здесь на большой глубине здесь уже нет кислорода вода есть питание есть но нет кислорода и снова укоренение останавливается она начинает уже вот этом месте происходить и вот эти колебания воды и приводит к тому что укоренение затягивается для хорошо укореняемых сортов и гибридных форм это может оказаться некритичным вы в любом случае получите саженцы но укоренение будет похуже а вот для сортов с плохим укоренением это может оказаться вообще смертельным такие черенки могут совсем не укорениться но теперь давайте перейдем непосредственно к моему опыту которым я уже непосредственно на практическом примере покажу как укореняются черенки которые находятся вот в таком состоянии в воде и вот в таком перед вами мой укоренитель я его изготавливал прошлом году для закрепления черенков я использовал обычные бельевые прищепки он изготовлен из дерева конструкция могу сказать что рабочие но немножко неудачная гораздо проще изготавливать вот как я в этом году сделал из куска пенополистирола либо пенопласта но кто захочет я считаю что практически все уже виноградари кто заходит на мой канал видели эти укоренители и я думаю в этом уже никакого секрета ни для кого нет но вот непосредственно мой опыт для того чтобы проверить как же глубина погружения черенков в воду а это напрямую связано с наличием или отсутствием кислорода в ней повлияет на укоренение я установил черенки в этом укоренители через один следующим образом у первого уровень воды был немногим выше нижнего узла а у второго уровень воды был посередине междоузлия а сам нижний узел находился на глубине около 4 5 сантиметров ниже уровня и что мы видим все черенки с погружением в воду только одного нижнего узла прекрасно укоренились имеют целую бороду корней а вот глубоко погруженные черенки на нижних узлах не укоренились а несколько корешков появились именно на границе воздух вода на междоузлиях то есть мы одну часть черенков просто заставили выживать и ожидать хорошего укоренения этих черенков просто не приходится нижний узел где сконцентрировано максимальное количество питания мы погрузили на достаточно большую глубину где практически отсутствует кислород который нужен для укоренения и заставили укоренять самую плохо укореняемую часть нашего черенка причем абсолютно все черенки повели себя предсказуемо так как я и говорил в первой части этого ролика мы можем провернуть этот укоренитель и рассмотреть все черенки участвующие в этом опыте в конце я достал все черенки из этого укоренителя и разложил на две группы слева это те которые были глубоко погруженные в воду и вот здесь уже прям хорошо видно что укоренение произошло только на междоузлиях именно на границе воздух вода а вот черенки которые были хорошо и правильно размещены в воде чтобы был погружен только нижний узел прекрасно укоренились и поэтому считаю что это очень большая ошибка виноградарей которые не используют достоинства физиологии винограда в укоренении то есть не помогают нашим черенкам укорениться конечно найдутся такие черенки то ли в силу их недостаточного вызревания либо питания в прошлом году либо просто слабо укореняемые сорта которые не укоренятся несмотря и на такие ухищрения но здесь мы бессильны но мы должны всегда помнить что нашим черенкам нашему винограду нужно только помогать правильно направить его естественные силы на укоренение и на рост вот такой интересный опыт надеюсь здесь уже понятно что без такой операции но это касается естественно в большей степени укоренения на воде так вот без такой операции хорошего укоренения не достигнуть а с вами был Юрий Егорутин до скорой встречи до свидания пока